Мир вам, дорогая Церковь! Давайте вместе прочитаем текст из послания Ефесянам 5 главы. Послание Ефесянам 5 глава, с 15 по 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Давайте помолимся. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы сегодня с вами поговорим об этих трех стихах, которые говорят о жизни, о времени, и поговорим о том, что мудрые люди, они дорожат временем. Немножко исторический контекст этого послания. Кому пишет апостол Павел? Он пишет в город Ефес, ефесяне, жители того города. Это греческий город. Соответственно, он пишет грекам, эллинам, которые придерживались доуверования греческой мифологии, греческой философии. Греческая философия гласила то, что душа – это нечто ценное, это то, что вечное, священное, это достойно внимания и заботы. А тело – это нечто грешное, о котором даже не надо ничего заботиться, можно пускать его во все тяжкие. Город Ефес, в этом городе находился храм, храм Артемида Ефесской, одно из семи чудес света, так вот считается. Храм, где происходили культовые поклонения и различные оргии, праздники с жрицами, которые прислуживали в этом храме. Буквально это храма проституции, там процветала полным ходом. Город Ефес – это такой портовый, можно сказать, ну да, портовый город, куда приплывали моряки, заплывали люди, которые имели товар, которые продавали, получали деньги. Это город, который был рассчитан на то, чтобы туда приезжают люди с деньгами, там есть место, где потратить эти деньги. Я не знаю, были ли тогда казино, но, возможно, что-то подобное было, где они могли поиграть, привести время, убить время, насладиться чем-то, то, что предлагал мир того времени. Это богиня Артемида, кстати, интересное ее описание, такое прям оно возвышенное, кажется, прям, ну вообще, там, вот, это древнегреческая богиня, девственная, всегда юная, богиня охоты, богиня плодородия, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на земле, дающая счастье в браке и помощь в природах. В общем, такое классное, вроде бы, описание, но, на самом деле, это место, где, ну, действительно, происходили вещи, которые у нас бы, наверное, может быть, даже сейчас вызвали бы ужас, как так, посреди города и просто в открытую здесь процветает, ну, проституция, в прямом смысле слова. Итак, после проповеди Слова Божьего, эти люди, ефесяне, находящиеся в этом городе, они уверовали. Уверовали от слов Акилы Прескилы, уверовали от слов апостола Павла, там образовалась церковь, они стали христианами. И Павел пишет им послание, пишет это письмо, пишет в послании о том, как Бог спасает людей. Он рассказывает о замысле церкви, о спасении, о вере, пишет им, как должна церковь строиться, как должна развиваться. И далее он пишет, и вот, в частности, в пятой главе он пишет о том, как должен жить христианин, как он должен поступать, о чем он должен заботиться. На самом деле, то же самое Евангелие приняли и мы с вами, те, которые услышали благую весть, те, которые приняли эту весть и для тех, которых стал Спасителем Господь наш Иисус Христос. Живя здесь, в Москве, где много греха, где много различных развлечений, которые окружают нас, где много различных идолов и храмов. Под идолами и храмами я подразумеваю различные увеселительные заведения, где люди поклоняются тоже деньгам, поклоняются культу красоты, культу тела, различные культы брендовой одежды и так далее. Я помню, когда я был в 10-11 класс, тогда только появились компьютерные клубы, сейчас, наверное, молодежь даже не знает, что такие клубы были, это когда у компьютеров дома никого не было, то были компьютерные клубы, туда можно было приходить и там в игрушки играть. Так вот, помню, выхожу я, иду в школу, а смотрю в этот клуб, он прямо напротив моего дома, там прямо очередь, очередь подростков, 14 лет, 16 лет, прямо на улице стоят, ждут, когда же он откроется. Не в школу идут, а идут туда, в этот клуб, чтобы там сыграть в эти вот игрушки, все вместе порубиться, потратить деньги, которые, наверное, может им дали родители на булочку в школе. Но когда ты играешь в игрушку, зачем тебе булочка? Ведь так здорово можно проводить время. Сегодня компьютерные клубы эти себя изжили, потому что есть много всего другого, веселого, интересного, то, что предлагается сегодня. И, кстати, для меня был очень интересен такой факт. Не знаю, обратили внимание или нет, но вот были такие кинотеатры, «Орбита», «Шхабад», «Стрела», кинотеатры, которые стояли отдельно от торговых центров, то есть отдельно. Так вот, эти кинотеатры закрылись. Почему? Потому что людям неинтересно просто идти в кино. Людям интересно пойти в субботу с утра прям пошопиться, потом проголодаться, чтобы никуда не уходя, а прямо здесь покушать. Потом, надо как тебя развлечь, пойти в кино, потом снова покушать. И так провести субботу, а то и воскресенье. Потратить время, убить время, потому что... Ну а зачем она нужна суббота и воскресенье? Ну для того, чтобы убить, работать-то не надо в эти дни. Ну так вот, в нашем городе, Москве, он очень похож на Ефес. Даже, может быть, превзошел Ефес, потому что здесь много есть места, где потратить время, убить его на различные развлечения. Итак, Павел пишет Ефесянам и пишет нам с вами. Пишет нам наставление. Наставление, можно сказать, на этот 2015 год. О том, как жить, о том, как тратить свое время. И он говорит о том, что наша обыденная жизнь здесь, обыденная жизнь верующего, она очень важна для дела Христова. Очень важна для благовестия и вообще для благосостояния этого общества. Наша жизнь, она либо обогащает это общество, либо несет этому миру живое Евангелие, либо несет мертвость, несет безмолвное такое послание смерти. Поэтому очень важно, чтобы верующие были внимательными и строгими к своей жизни. И давайте теперь посмотрим тот текст, который оставлен нам Богом как наставление. Итак, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Первое, о чем говорит нам Павел, обращается к нам, о том, что нужно иметь мудрость. Как не потеряться в этом времени, в этом мире нужно иметь мудрость. И он здесь говорит несколько таких предупреждений. Первое, он говорит, не поступайте, как неразумные. Не поступайте, как глупцы, как глупые. Кто? Кто это неразумные, глупые? Это не то, чтобы не интеллектуальный человек или человек, который поступает как-то, может быть, невежественно или безответственно. Нет. В Писании глупец или неразумный – это тот человек, который не признает Бога. Тот человек, который говорит в своем сердце «нет Бога». Но человек не может не поклоняться ничему. Человек начинает поклоняться то, что накружает его. Он начинает поклоняться богатству, власти. В конце концов, начинает поклоняться самому себе. Считая свое мнение авторитетным, считая свои размышления правильными. И тем самым он говорит «нет Бога, я сам себе Бог. Я решаю, что мне делать, куда мне идти и как руководствоваться своей жизнью». И тем самым, на самом деле, он руководствуется грехами, извращенным мышлением, греховными наклонностями. Невозрожденный человек, на самом деле, он является глупцом. Глупцом, потому что он не признает реальность того, что есть Бог, и то, что этот Бог сотворил каждого человека, сотворил этот мир. И этот Бог потребует отчет о твоем управлении жизнью и временем. Этот глупец, этот человек, который неразумный, он еще и глупец потому, что он насмехается над грехом, ему кажется, что это весело. А еще он глупец потому, что он другим такой же пример показывает и распространяет для других людей вот это влияние неправильное, показывая своей жизнью то, что он не верит, не признает ту реальность, которая есть, не признает Бога. Второй момент – это то, что нужно поступать как мудрый. То есть не то, что не поступать как немудрые, неразумные, но поступать как мудрые люди. Мудрый человек – это человек, который имеет страх Божий. У Соломона, Екклесиаста, в книге Екклесиаста мы находим, когда он описывает свою жизнь, когда он пытался утешить себя различными развлечениями, он пытался, думает, дай-ка займусь делом каким-нибудь. Может быть, в этом суть. Вот если заниматься любимым делом. Он любил строить. Семь лет строил храм. Потом 14 лет себе строил дворец. Ну, домик такой построил себе 14 лет. Потом еще разные штуки построил. Красота неимоверная. Жалко, не сохранилось, наверное, до нашего времени. Мы просто восхищались бы, наверное, этими постройками. После всего, говорит, суета. Нет удовлетворения. Подумал, ну, может быть, в вине, увеселение, жизнь такая веселая, разгульная. И тоже нет. Говорит, нету счастья. Ну, может быть, женщины. У Соломона их было 700 жен, 300 наложниц. Тоже говорит, нет, нету в этом счастья. И в итоге он приходит в своих размышлениях к тому, что он описывает в 12 главе книги «Экклесиаз», 13-14 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Страх Господен – это то, что определяет мудрого человека. Мудрый человек – это тот, кто человек мыслящий, размышляющий, внимательный, заботливый, духовный человек, который думает о своей жизни, думает о том, куда он тратит свое время. Мудрый человек, он не просто обеспокоен каждым шагом своей жизни, но он прилагает огромные усилия для того, чтобы следить за своим взглядом, следить за своим направлением, куда он идет, куда он смотрит, что он читает, куда он тратит свое время. Этот человек дисциплинированный. Он имеет самообладание. И этот человек, он понимает то, что единственным ответом для его жизни, единственным мотиватором для его жизни является Иисус Христос. Он понимает то, что во всех вопросах жизни он хочет угодить Христу, тому, кто возлюбил его, тому, кто оправдал его. Павел здесь еще пишет то, что поступая как мудрые, нужно действовать осторожно. Это слово «осторожно», греческое слово «акрибос», оно означает точно, основательно, тщательно, аккуратно. То есть этот термин имеет такое значение, передающее идею бдительности. То есть не просто осторожно, но будь бдителен, будь аккуратен то, куда ты идешь, куда ты направляешь свои действия, свои силы, на что ты тратишь свое время. И на самом деле, если мы посмотрим вокруг, то можно сравнить этот мир как заминированное поле. Шаг влево, шаг вправо – опасность для жизни. Нужно идти тем путем, который дает Иисус Христос. Недаром Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит то, что широки пути, но есть путь, которым нужно идти, узкий путь. Узкий путь, которым идет христианин, человек мудрый. И я помню, когда был тоже маленький, не помню, сколько мне было лет, может быть, лет 9 или 10, а может, и 12. В общем, мы играли в салки на плитах. Ну, вот эти вот плиты, там строили какой-то дом, и были такие разные плиты лежали. И мы там играли в салки, и я бежал, и не заметил такой крюк, за который поднимает кран, вот эту вот штуку, спотыкнулся и упал на другой крюк. И перебился переносицу. Шрама вроде не видно, но до сих пор вспоминаю просто это ощущение, когда перед твоими глазами льется прям так кровь, и которую невозможно просто остановить. И этот пример мне показывает и говорит о том, что нужно быть очень внимательным. Куда ты бежишь? Куда ты идешь? Что под твоими ногами? Ты можешь легко отступиться, можешь упасть, не заметить то, что на пути есть какая-то яма или какой-то подвох. Верующему человеку нужно быть действительно внимательным в жизни, внимательным к тому, как он живет. Если мы смотрим на библейские примеры, практически любого героя веры возьмем и увидим то, что в его жизни были испытания, были моменты, когда он не пободрствовал и упал, оступился, ослушался Бога. Ну, например, вот Моисей, кратчайший человек, как написано, человек, который слушался Бога, слушался его повелений. Бог доверил ему вывезти народ израильский из Египта. Человек, через которого многие чудеса Бог творил. И вот человек, которому Бог обещал, что ведет его в покой, то есть ведет его в землю обетованную, в то, которое он обещал. И вот, когда они шли на пути вот в эту землю обетованную, Бог, уже это был второй раз, когда народ говорит нам пить хочется, дай нам пить, Бог. И Бог говорит Моисею, Моисей, иди скажи горе, чтобы она дала воду. А Моисей идет, а он был раздражен, не пободрствовал и, наверное, прослушал, что ему Бог сказал, что надо горе просто сказать, чтобы она дала воду. А в прошлый раз, когда Бог говорил, что в гора вод давала, нужно было ударить по ней. Так вот он подходит к горе и в шарах ударил по ней, а потом Бог ему говорит, ну, я тебе не это повелел сделать, ты ослушался меня, за это ты не войдешь в покой, не войдешь в эту землю обетованную физически, вот, в общем, потому что ты меня ослушался. Казалось бы, такая мелочь, но это повеление Божие, это то, что Бог сказал ему. Он сказал ему, просто скажи горе. А Моисей, полагаясь на прошлый опыт, не был внимателен к тому, что говорит Бог, не был внимателен к тому пути, по которому вел его Господь и то, что он ему говорил делать. И лишился такой вот привилегии войти в эту землю обетованную, в которую он стремился, куда он вел весь народ. Знаете, если посмотреть на людей сегодня, может быть, даже и в нас что-то такое есть, то порой мы очень преданы и очень тщательно некоторые вещи делаем. Есть люди, которые, они, ну, ни грамма лишней калорий не съедят. Они будут тщательно изучать инструкцию еды, что там находится, можно ли это есть или нельзя. Есть люди, которые не пропустят ни одной тренировки для того, чтобы совершенствовать свое тело. Есть люди, которые готовы приносить все свои деньги, даваясь каким-то людям, которые говорят им, обещая то, что вы станете вообще супербогатыми или известными, или знаменитыми. Люди готовы поклоняться многим вещам для того, чтобы достигать каких-то целей своих. И порой думаешь, ну, вот это посвященные люди, таких христиан редко встретишь, как они посвященно живут в своем вот этом вот культе. Они изгибают свое тело в этих йогах. Эти люди, они умудряются как-то, тренируются там лежать на углях, гвоздях, мучают себя, делают это вот так посвященно, так ревностно. И думаешь, почему иногда мы, понимая то, что так нам нужно служить Богу, так ходить пред Ним, мы так не поступаем, хотя знаем, что Иисус Христос для нас самая большая ценность. Итак, первое, это нам нужно поступать мудро, с осторожностью, чтобы не потеряться в этом мире, чтобы не потеряться во времени. Второе, что здесь нам пишет апостол Павел, это 16 стих «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Как нам находить время? И буквально это слово «дорожа» означает «выкупать», «покупать», «приобретать». То есть этим термином пользовались, когда хотели купить раба с целью, чтобы его потом освободить, то есть выкупить его. И таким образом в этом стихе подразумевается то, что нам нужно с вами выкупать время. Не просто дорожить временем, буквально выкупать. Интересно, что здесь именно это слово стоит, потому что когда мы начинаем думать о времени, то нам кажется, что постоянно его не хватает. Его постоянно откуда-то надо вырывать, чтобы найти это время, для того, чтобы сделать что-то доброе или хорошее. Время вообще, что это такое? Ну, как я уже сказал, его обычно не хватает. Хотя 24 часа даны каждому из нас. Никому ни меньше, ни больше. Нет никого, кому дано было только 23 часа в сутки или наоборот 25 часов. Но нам кажется порой, что вот если бы было 25 часов в сутках, то мы точно бы успели сделать вот то важное дело, которое мы не успеваем сделать в 24 часа. Время невозможно удержать, его невозможно установить, оно постоянно тикает, постоянно идет. Если вы видели песочные часы, обычно в саунах, в банях их используют, там вот такой песок, он так вот течет, и этот песок невозможно так вот поймать, удержать. Он сквозь пальцы проходит, как сквозь пальцы проходят года, проходит время. Яков говорит, что наша жизнь – это пар, являющийся на короткое время. Интересно то, что у нас в России есть такая даже сказка о потерянном времени. Сказка, в которой маленький ученик, школьник, маленький мальчик, который учился, он толком не учился, в школу особо не ходил, тратил время впустую, не делал то, что ему нужно, а потом в итоге он как-то потерял свои годы, у него там их отняли старички, он стал там старым, потом вдруг задумывался, что «а как же так-то? Я уже старый, еще не пожил, время неправильно тратил». Ну, в общем, он там кое-как возвращается в эти годы. И сказка эта показывает нам, сообщает о том, что есть всему свое время, и нужно это время тратить на то, что оно дано. Если ты сегодня пришел на собрание, потратить это время с пользой. Во-первых, помолись перед собранием о том, чтобы потратить время с пользой. Не просто просидеть все собрание и уйти просто ни с чем. Зачем не послушал, не попел, не попрославлял Бога, ничего не поназидался? Зачем ты потратил тогда это время? Зачем ты приходил на эти два часа? Это упущенное время, упущенная возможность. Поэтому для каждого времени нужно планировать, нужно думать о том, как ты будешь тратить время и брать из этого времени максимум на то, что оно тебе дано. Буквально выкупать в это время. Такой ободряющий пункт, который должен нас ободрить, это то, что у Бога есть план для твоей и для моей жизни. Сам Бог находится вне времени, но у Него есть время для всего. Так и сказано у экклесиастов, всему свое время и время всякой вещи под небом. Так вот, тебе и мне Бог даровал время жизни, для того, чтобы ты родился именно в это время, вот в 21 веке, для того, чтобы ты сегодня здесь находился, в этом городе Москва, для того, чтобы ты находился в этой церкви РБЦ. Он тебе даровал это время. Он захотел, чтобы именно в это время ты жил, и Он тебе дал это время как подарок, для того, чтобы... подарок, время жизни, да, чтобы ты распоряжался им. Он этот подарок дал каждому, дал это время. И здесь и подарок, и в то же время ответственность. Имея этот подарок, время, то как мы будем распоряжаться им? У Бога есть на самом деле точно, есть план для твоей и для моей жизни. Потому что Он создал тебе и дал тебе это время. Значит, у него точно есть план. Время — это благоприятная возможность. Есть очень важный такой ценный принцип, который я пользуюсь, и который, мне кажется, важен, его не просто услышать, а даже применить в своей жизни. Этот принцип, наверное, простой. Может быть, вы о нем тоже думали и размышляли. Мы не можем изменить прошлое. Мы не можем изменить прошлое, потому что оно ушло, и это было вчера. Мы не можем знать на 100% будущее и управлять им на 100%, потому что это не в нашей власти. Оно будет завтра, а может, не будет. И у нас есть только настоящее, есть только сегодня и только сейчас. Есть сегодняшний день, и это самое благоприятное время, самая благоприятная возможность для того, чтобы жить, для того, чтобы жить для Бога и посвящать Ему свою жизнь. И это время есть сегодня, и это время есть сейчас. Мне нравится принцип Мартина Лютера. Он говорил, что у меня в календаре только есть два дня, только два дня. Первый день – это сегодня, а второй день – это тот день. То есть у меня есть время сегодня для того, чтобы жить и служить Богу, для того, чтобы трудиться на 100%. Почему я буду сегодня трудиться на 100%? Потому что я не знаю, будет ли завтра. Поэтому смысл мне сегодня трудиться на 30%, а думать, что завтра 70% потружусь. Я не знаю, что будет завтра. И второй важный момент – тот день. Тот день – это когда Иисус Христос придет. Это когда все прекратится. Это когда ты будешь думать, ну как так? Я только 10% сегодня потратил. Я надеялся на 90%, а тот день уже настал. И я не прожил на 100% это время, которое даровал мне Иисус Христос. Которое я мог прожить сегодня для Его славы. Тот день – это тот мотиватор, который должен нас сегодня ободрять и говорить, живи сегодня на 100%. И посвящай все время, которое тебе дал Господь для Бога, для Него. Когда я говорю, что живи сегодня, сегодняшним днем, я не говорю о том, что не нужно планировать, потому что планировать нужно обязательно, но жить сегодня. Просто есть порой такие две неправильные крайности. И первая такая крайность, когда человек может жить в прошлом. Человек может жить в прошлом и постоянно в каком-то находиться унынии и думать, ох, я вот не сделал вот это. И просто печалиться. Или думать, ну вот если бы я уверовал в Бога в 12 лет, я мог так много сделать, а сегодня мне 30 и уже поздно. Ну что я могу сегодня для него сделать? Или человек может просто вот так вот думать, печалиться, размышлять о том, что он мог бы сделать, и не жить настоящим. Или человек может жить прошлым, гордиться им, думать, вот помню пару лет назад у меня было такое классное духовное состояние, я так Богу служил, я просто все Ему отдавал. Помню, я был в таком служении, там люди каялись, мы там организовали спортивные площадки. Человек может жить в прошлом. Апостол Павел говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Забудь все плохое, то, что ты не успел сделать. Забудь все хорошее, то, что ты сделал для Бога. Живи сегодня полноценно на 100%. В каждом своем действии 100% отдаваясь Богу для служения Ему и Его славы. Не вспоминай о своих достижениях, не гордись этим. Не вспоминай о том, что ты не сделал, но живи сегодняшним днем. Что сегодня записано в твоем календаре? Что занимает твое расписание? На что ты сегодня думаешь убивать время? Или как ты думаешь это время потратить для Бога? Вторая крайность, которая может быть, это человек, который живет в будущем. Только в будущем. Он, строя себе планы, мечтает, грандиозные, может быть, планы. Может быть, этот человек говорит, ну вот сейчас у меня такая цель, я хочу купить машину. Или хочу купить квартиру. Поэтому я не могу сейчас слушать Богу. Я не могу сейчас посвящать Ему время. Я потом буду посвящать Ему время. Но сейчас просто мне нужны вот такие заботы у меня. Такая вот жизнь. Но потом я послужу Ему. Помните эту притчу, да? Про человека, который говорил о том, что надо побольше сделать себе житницы, амбары, для того, чтобы запастись на многие лета, а потом уже подумать и о вечном. Не знал он, что в ту ночь придет за ним Господь и жизнь его прекратится. Может быть, студенты могут думать о том, что я сейчас посвящаю все свое время учебе, поэтому потом буду служить Богу, а сейчас мне нужно учиться. Знаете, могу просто как из личного такого свидетельства сказать, и от Евгения Юрьевича Пахмыцкого слышал, то, что когда ты студент, то на самом деле у тебя есть время. Есть время для того, чтобы учиться хорошо, есть время на то, чтобы служить Богу. И Бог на самом деле благословляет. Когда ты слушаешь Ему, посвящаешь и отдаешь Ему свое время, Он тебе будет помогать расставлять правильно приоритеты и делать все вовремя, и все вовремя сдавать, и хорошо учиться. Но здесь важно задать вопрос себе, какие мои мотивы. Потому что студент может думать так, я хочу красный диплом, поэтому мне нужно много учиться и много посвящать этому время. Хорошо, цель хорошая, неплохая. И здорово, если у нас все бывают студенты с красными дипломами. Но для чего тебе красный диплом? Для родителей, может быть. Или для того, чтобы получить хорошую потом работу и обеспечить себе будущее? Или ты хочешь получить красный диплом для того, чтобы прославить Бога через это? Если человек думает о том, чтобы прославить Бога, он будет думать не только о своей учебе, он будет думать о том, как на этой учебе благовествовать через это, как рассказывать людям о Христе через пример обучения, через хорошие оценки. Он будет думать о том, как он может послужить в церкви и показать другим хороший пример, как можно и учиться, и работать, и служить Богу. На самом деле, любой человек, он находит время на то, чтобы бездельничать, если он не планирует свое время, если он не думает о том, чтобы жить сегодня 100% и отдавает время Богу. Поэтому я призываю, чтобы мы с вами задумались, задумались и взяли календари в свои руки, посмотрели о том, что сегодня убивает наше время, что тратит наше время, подумали о том, как сегодняшний день мы можем жить для Христа. Для этого нужно найти время, для этого нужно помолиться, почитать Писание и потом начать вычеркивать ненужные дела из своего календаря и записывать туда нужные, важные, ценные дела, которые будут прославлять Бога. И вы знаете, для верующего человека, это знаете, как вот нету размера десятины, потому что мы понимаем, что вся наша жизнь, все наши деньги принадлежат Иисусу Христу, так и для человека верующего Нового Завета нету субботы, для того, чтобы вот только суббота, день Богу. Для нас каждый день должен быть суббота. Каждый день суббота. День служения Богу. Пусть в нашем календаре будет только субботы. Когда мы служим Богу, когда мы... И знаете как? Завтра, по идее, начнется рабочая неделя, будничные дни. Не идите на работу после этих праздников. Не идите на работу, чтобы работать. Но идите на работу, чтобы работать ради Христа. Придите на работу для того, чтобы там Бога прославить. Чтобы жить для Него. Думайте, размышляйте, молитесь о том, как вы там можете прославлять Бога. Уйдите от этой парадигмы, то, что есть суббота или воскресенье, или есть то, что для Бога, а есть мое личное время. Это когда Бог, подожди, не мешай, я сейчас свои дела решаю. Это мое. Тебе даже лучше сюда не приходить, потому что здесь... Ты не будешь доволен, чем я здесь занимаюсь. Это мое время, которое я посвящаю себе. Нет. Такое время не может быть у христианина, потому что мы куплены дорогой ценой. Мы рабы Бога. Рабы праведности. И это большое счастье и привилегия быть рабами такого Господина, как наш Господь Иисус Христос. Итак, что ты сегодня можешь, пойдя на работу завтра, можешь сделать на том месте, на котором ты находишься. Ты можешь быть усердным в труде, можешь являть праведную и богоугодную жизнь. Можешь свидетельствовать людям о Христе, умирающем и погибающем. Ты можешь быть примером преданности делу, дисциплины в работе, дома и на отдыхе. Быть верным Богу и своей семье. Ты можешь молиться и не позволять себе напрасно время проводить. И возможность этого времени, она приходящая, то есть она проходит. Так здесь и написано, что дни лукавы. Дни обманчивы. И многие возможности, на самом деле, они временны. Ну, например, возможность свидетельствовать о Христе, она временна. В небесах не нужно свидетельствовать о Христе никому. Поздно будет этим заниматься. Только здесь можно это сделать. Возможность показывать усердие и трудиться, она тоже временна. Возможность любить людей и проявлять с ним какую-то любовь, она временна. Там уже Божья любовь настолько захватит и все объемлят, что мы уже там точно будем все друг друга любить и больше познавать любовь Божию. Возможность служить людям, которые в чем-то нуждаются, она тоже временна. Возможность молиться временна, потому что там не нужно уже будет молиться, там мы будем уже с Богом общаться. Возможность что-то давать кому-то, для того, чтобы приобретать друзей, тоже временна. Есть много временных вещей, и поэтому не стоит тратить свою жизнь напрасно, а стоит потратить свою жизнь на эти вещи, ценные вещи, которые положат что-то в копилочку вечности. Итак, третий пункт, это последний стих, 17-й. Как все успеть? И это познавать Божью волю. Итак, будьте нерассудительны, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Для того, чтобы все успеть, нужно познавать Божью волю. Ведь если мы посмотрим на то, что нас окружает, этот лукавый злой мир, где много погибающих людей, и это на самом деле может угнетать нас, и мы можем думать, а как нам все успеть? Как мы можем послужить всем? Как мы можем за такой короткий промежуток времени всем рассказать Евангелие? Как мы можем помочь людям возрастать духовно? И может появиться такое искушение, чтобы сдать свои позиции, оставить все и вообще не делать ничего. Ну, либо браться за все и тем самым потерять свое назначение, потерять то, что Бог даровал, то, к чему Он тебя призвал, и то, через что ты будешь максимально эффективен, и можно просто скатиться до такой суеты, дел, религиозности, делать разные дела, но которые не будут приносить никакого, на самом деле, эффекта, и не будут приносить какой-то пользы. Для того, чтобы в такую суету не впасть, для того, чтобы на самом деле все успеть, то, что Бог предназначен для нашей жизни, нужно познавать Божью волю. И как мы можем познавать Божью волю? Божью волю мы можем познавать, конечно же, через Священное Писание. Бог оставил нам Священное Писание для того, чтобы мы могли знать Его волю. Мог ли Бог сделать по-другому, чтобы мы по-другому Его волю узнавали? Ну, например, открывать ее через какие-то сны. Да, мог, но Он так не сделал. Бог сделал так, чтобы мы познавали Его волю через Священное Писание. В Ветхом Завете Он сам являлся людям, открывал им свою волю, направлял, а потом Бог сделал так, чтобы даровал просто Священное Писание нам для того, чтобы мы могли жить и знать Его волю. Порой возникает вопрос, и мне казалось, что он когда-то тоже таким вот довольно аргументированным, почему вот если Божья воля написана в Писании, вот в этой, кажется, большой книге, но в то же время и небольшой, почему там не все прописано? Вот как поступать? Ведь так много разных ситуаций. И, вы знаете, есть несколько причин, логичных причин. Первое, то, что тебе жизни не хватит читать книжку про твою жизнь. Как тебе поступать в каждой ситуации? Ну, давайте просто пофантазируем, представим. Например, вот ты сегодня пришел в зеленой рубашке, а тебе надо было сегодня в красный прийти. Согрешил, Божьей воли не исполнил. Ты сегодня вот попел жемчужину Байкала, а тебе сегодня надо было бунак выпить. То есть, если было прописано каждое твое действие в Библии, то вот так, наверное, было бы. Ты должен вот это делать, вот это должен пить. А ты в какой школе учился? В 18.25? А почему? Ты должен был в другой учиться. Ты Божью волю нарушил. Что теперь тебе делать? Иди переучивайся. И так дальше. То есть, если бы там все было прописано, каждое действие, мы бы должны были успевать его прочитать, потом как-то исполнить. И на самом деле даже и жизни бы не было, и на самом деле бы все время грешили. Даже имея такую инструкцию, как поступать каждую секунду своей жизни. Библия не так, конечно же, написана, и нет смысла в такой инструкции, как нам чего пить, одевать. Но Библия написана для того, чтобы мы узнали путь спасения. В ней есть все для того, чтобы человек мог узнать Бога, увидеть себя греховным, узнать этот путь, узнать Иисуса Христа и познать Его как личного спасителя и Господина жизни. Библия написана для того, чтобы мы могли иметь спасение. И в Библии, на самом деле, есть довольно четкие инструкции, принципы, вечные, неизменные принципы, неизыблемые, которые, применяя, мы с вами точно будем исполнять Божью волю. И никуда не уйдем, ни влево, ни вправо, а будем точно находиться в Божьей воле, если будем исполнять эти принципы. Мы сегодня с вами пять принципов таких посмотрим, которые, исполняя, мы с вами будем находиться в Божьей воле, и тогда Бог сможет действовать через нас. Бог сможет руководить нашей жизнью, потому что мы будем прислушиваться к Его слову и поступать то, как Он от нас хочет. Итак, я думаю, что вы знаете эти принципы, потому что они на основах веры проходятся, на уроке Божьей воли, но мы с вами их повторим для того, чтобы их применить в нашей жизни, не забывать о них. И первое, в чем открывается Божья воля, это в спасении. Бог, Он желает, чтобы люди достигли познания истины, Он желает, чтобы люди были спасены, Он желает, чтобы люди стали Его достоянием и принадлежали Ему. Он желает привести людей в Божью семью, чтобы они стали Его детьми и чтобы люди были в Его Царстве. Так и сказано в 1 Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, первое, если ты хочешь быть мудрым человеком, правильно тратить свое время, если ты хочешь знать Божью волю, первое, что тебе нужно, это быть возрожденным человеком. Если ты не являешься таковым, то твоя жизнь пройдет, и ты не сделаешь то, к чему тебя Бог предназначил, и ты не получишь в вечной жизни, а Бог желает, чтобы человек был спасен. Бог желает этого, и это можно сделать, только примирившись с Богом, познав Его, как своего личного Господа и Спасителя. Итак, первое, Божья воля, она обращена к людям в том, чтобы они получили спасение, стали возрожденными людьми. Все остальные пункты, если ты не возрожденный человек, они будут для тебя не очень ценны, потому что они будут работать в твоей жизни, если ты не являешься спасенным человеком. Второе – это освящение. Мы испытываем Божью волю в освящении. В 1 Фессалинькистам 4 глава 30 стих сказано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Бог желает, чтобы мы освящались каждый день. Да, Бог даровал нам святость свою, у нас есть эта юридическая святость, с которой мы пристаем пред Богом, и Бог видит не нашу порочность, не нашу греховную природу, а видит праведность и святость Христа и принимает нас к себе и спасает. Но Бог желает, чтобы мы каждый день следили за тем, что мы смотрим, что мы говорим, что мы делаем, чтобы Божья святость, она являлась и проявлялась в каждом дне, в каждой секунде нашей жизни. Третье – это покорность. Мы соблюдаем Божью волю, когда мы покорны. 1 Петра 2 глава 13 по 15 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховные власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Божья воля есть в том, чтобы мы с вами были хорошими работниками на работе, чтобы мы были послушны своим начальникам, исполняли то, что от нас требуется согласно трудовой инструкции. Божья воля есть в том, чтобы мы были покорны властям, покорны правилам дорожного движения, соблюдали скоростной режим. В этом есть Божья воля. Она ясная, открытая для нас. Четвертое – это страдание. Страдание может происходить по воле Божией. 1 Петра 2.20 «Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Когда мы страдаем, не за то, что мы что-то согрешили, какой-то сделали неправильный поступок, украли или обманули, и потом наказаны за это. Нет. Это справедливое наказание мы терпим. А то, когда мы терпим, когда нас несправедливо наказывают, когда нас несправедливо унижают, когда несправедливо на нас клевещут, когда несправедливо нам делают зло, а мы при этом делаем добро и страдаем. Вот такое страдание угодно Богу, ну потому что Иисус Христос является таким примером, который пострадал, не заслуживая никакого страдания, не заслуживая того, что Он претерпел за нас. Итак, первое – это спасение, второе – священие, третье – покорность, четвертое – страдание, и пятое – это благодарение. Божья воля, она достигает просто кульминационного такого момента, когда верующие благодарят. Не просто благодарят, когда им хорошо, или когда всем вокруг хорошо, а благодарят, когда плохо, когда есть то, что, может быть, гнетет нас, когда, может быть, мы в отчаянии, или когда что-то произошло в нашей жизни, то, что не приносит радости в этом мире. Но в послании, в первом послании Фессимоникийцам 5.18 написано, «За все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе». Для неверующих людей это большое свидетельство, когда верующие люди начинают благодарить Бога за то, что даже страдания в их жизни бывают. Это то, что во все века поражало людей, когда верующие людей не просто их обзывали и говорили, «Да ты сектант, зачем ты такой фанатик», а когда людей бросали на арены, где их раздирали животные, когда из них делали факелы для того, чтобы освящать дорогу. А они славили Бога, благодарили за то, что Он даровал им жизнь, даровал время для того, чтобы они могли познать Бога. И вот когда человек, он спасен, он освящен, он покорен, он страдает и благодарен, то он точно будет поступать по Божьей воле. Такой человек, он послушен Господу, он знает Его, он доверяет Ему, и такой человек, он точно будет исполнять Божью волю, потому что он уже, в принципе, ее исполняет. И через такого человека Бог будет работать, Он будет ему говорить, направлять. в Псалме 36-й, 4-й стих написано, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вот эти пять пунктов, находись в этой открытой воле Божией и, в принципе, делай все, что хочешь. Да? Бог исполнит желание сердца твоего, потому что твои желания, они будут такие же желания, как у Бога. твое сердце, оно будет направлено на такие же мысли, такие же желания, как Бог этого желает и хочет. Итак, какой вывод мы можем для себя сделать? Я бы хотел здесь сказать еще просто о примере Иисуса Христа. И это будет нашим таким выводом и нашим утешением, нашим стремлением. Иисус Христос, Он является совершенным примером в отношении исполнения повелений, которые здесь описывает Павел. Он все эти стихи, 15, 16, 17, исполнил в своей жизни. Он всегда поступал в соответствии с божественными принципами, утверждениями. В Иоанна 5, 19, сказано, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит от Отца творящего, ибо что творит он, то и сын так же творит». То есть, Иисус Христос, Он делал, Он совершал все то, что видел у Отца. Нам с вами нужно совершать то, что делал Иисус Христос, то, что мы видим в Его примере жизни. Во-вторых, Иисус знал, что Его время земного пребывания здесь на земле, оно временно, оно скоротечно. Поэтому мы встречаем такие слова в Писании, когда Иисус говорит, «Мое время еще не пришло», а потом, наоборот, говорит, «И пришло мое время». Иисус Христос понимал, что жизнь здесь на земле Его 33 года. Это время дано Ему для того, чтобы исполнить Божью волю, прожить здесь на земле, все совершить то, что было запланировано для Него и предназначено Отцом. То есть, в-третьих, Иисус всегда действовал согласно целям и планам, поставленным Богом. В Иоанна 4, 34, мы читаем, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Иисус является для нас примером всего того, что записал здесь Павел. Павел является для нас примером, потому что он жил, подражая Иисусу Христу. Поэтому он так и пишет нам, как нужно жить, потому что Павел так жил. Я так хочу жить, как жил Павел, как жил Иисус Христос. Я хочу жить такой жизнью, я хочу не тратить свою жизнь напрасно, жить этой, посвященной жизнью, жить сегодня, и сейчас. Апостол Петр в 1 Петра 4 глава 1-2 стих призывает нас жить такой жизнью, и он говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы оставленное воплоти, оставшееся воплоти время жуть уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Давайте помолимся. Продолжение следует...